Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Слава Богу! Я сегодня буду продолжать тему, о которой я уже говорил, предыдущие два собрания о предназначении женщины, ну и также касаясь мужчины. Я не знаю, надеюсь, сегодня я завершу эту тему с Божьей помощью. Некоторые не хотят, женщины не хотят, чтобы еще это продолжалось. Но мы послушаемся Богу, и как Бог, как говорится, ведет нас туда, мы и пойдем. Итак, друзья, я начну с того, на чем мы закончили прошлый раз. В прошлый раз мы говорили, что Господь сказал мужчинам, да, мужья, что делайте? Любите своих жен. Мужья, любите своих жен. Это три раза повторяется. Три раза в послании к ефистианам апостол Павел говорит, мужья, любите своих жен, мужья, любите своих жен. Но когда же вы это услышите, да? Когда же вы их будете любить? И говорит, как любить, как любить, мы будем об этом говорить, да, как любить свою жену. И женщинам сказано, что женщинам сказано? Женщины, это вам что сказано? Я сейчас говорю, что мужьям сказано, и я должен помнить, как муж, я должен знать, что сказано мужьям мужчину. А что сказано женщинам? В этом же послании, кстати, что сказано? Кто помнит? Женщины. Вы должны знать, что вам сказано. Что там сказано? Что жена, что она делает? Что-то мнения разошлись, я вижу, мнения разошлись. Что там сказано, что там говорится? Женщины, вы должны это знать. Да, жена повинуется, то есть она слушается мужа своего. И что еще написано? Она его уважает, она его почитает. Поэтому мы должны, конечно, знать, что Господь говорит лично мужчинам, и что Господь говорит лично женщинам. Потому что когда мы начинаем предъявлять кому-то претензии, говорит, о, жена, ты должна меня слушаться, ты должна мне повиноваться, ты должна меня уважать. Прежде всего мы говорим сами себе, что мы должны делать, правда? Потому что Господь, Он, и поэтому говорит, ты мужчина, я тебе говорю, что нужно делать мужчины. Ты женщина, ты жена, я говорю, что тебе нужно делать, правда? Он не перекидывает, что мы друг на друга это перекидывают. Нет, сначала жена меня будет слушаться, уважать, тогда я ее начну любить. Или наоборот, жена говорит, вот, сначала муж меня будет любить, и тогда я буду. Там сказано, это нужно делать и мужу, и жене, и каждому, что сказал Господь, нам нужно это исполнять, и тогда это принесет в наши дома что? Благословение это принесет в наши дома. Ты знаешь, ты можешь молиться за благословение, Господи, пусть придет благословение, пусть придет благословение. Что ты имеешь в виду под благословением? Что ты имеешь в виду? Потому что некоторые люди под благословением имеют какие-то материальные вещи. Да, Бог их не исключает. Но ты знаешь, если у тебя плохие взаимоотношения с семьей, то эти материальные благословения тебя не будут радовать. Они не будут делать тебя счастливым. Но когда у тебя есть хорошее, прекрасное взаимоотношение в семье, тогда и все остальное, оно приложится. Я говорил, что почему там три раза повторяется? Это как бы Господь, как говорит, помните, Он говорит, прежде всего ищите Царство Божие. Вы помните, Он говорит, прежде всего. И остальное что? Оно приложится. И Бог говорит, прежде всего любите, прежде всего служите друг другу, прежде всего уважайте, и остальное, оно приложится. Но мы иногда смещаем акценты, мы говорим, мне нужно все остальное, а вот это пусть приложится. Нет, это не Божий порядок. Мы говорим, что Бог говорит на первом месте, что на втором месте. Аминь. Это важно делать, это важно исполнять, потому что Бог не случайно это говорит, правда? Он это повторяется не один раз, для того, чтобы даже кто плохо слышит, они тоже бы услышали, да? И кто забыл, чтобы он вспомнил. И поэтому мы напоминаем и говорим об этом, потому что Господь напоминает и говорит нам об этом. Слава Богу! Да, мы говорили, что Бог особенным образом устроил женщину, и женщина, она создана для любви. Почему? Потому что сказано, любите своих жен. Значит, что подразумевает Господь? Она создана для чего? Для любви, подговорит, любите своих жен. Слава Богу! И знаете, действительно это так важно для женщины, как я понимаю, что Господь, Он ее создал, и Он знает, что это важно для нее. Может быть, мы, мужчины, думаем о другом. И может, мы другой бы хотели пожелать своей жене и что-то сказать ей. Но так как Господь сотворил ее, Он знает, что ей нужно прежде всего. Аминь! Прежде всего, и поэтому это можно сказать, вот это как вот горючее для машины, для мужчин я говорю уже на мужском языке, да? Если ты машину свою не заправишь топливом, она никуда не поедет. Ты можешь сидеть, ты можешь газовать, ты можешь бибикать, но ты знаешь, она никуда не стронится с места. Почему? Ее бак пустой. И точно так же женщина. Если ее бак, лесосуд, можно сказать, не будет наполнен Божьей любовью, она никуда не движется. Понимаете? И ты что-то там ей говоришь, и ты ее как-то там, может, убеждаешь. Ты видишь, это не работает. Да? Многие говорят, мы пробуем, я пробовал это, я пробовал. Не работает. Да, оно не работает. Почему? Потому что Бог, Он создатель, Он творец, и Он говорит, как это будет работать, как это будет действовать, правда? Но когда ее сосуд любви наполнен, она будет двигаться, она будет служить, она будет любить, она будет уважать, она будет много что делать. Почему? У ней есть силы это делать. Женщина, скажите аминь на это. У ней будут тогда силы и желания это делать. Потому что ты знаешь, когда нет ни желания, ни сил, ничего не происходит. И поэтому Бог говорит, чтобы вы были наполнены, наполнены, да, Богом, наполнены любовью, наполнены, и что и даже переполнены, потому что Бог, Он Бог изобилия. Вот, поэтому мы понимаем, что женщине это необходимо, как машине горючее. Это мужчинам говорит, потому что Бог говорит, мужья, любите своих жен, тогда она двинется, она сдвинется, она будет другой. Слава Богу, скажи. И что Бог говорит еще по этому поводу, да? Бог, конечно же, говорит, мы будем сегодня, может быть, затронем языки любви, потому что, я думаю, обязательно нужно сказать, мы проходили это на семейном курсе, но я думаю, что здесь тоже будет уместно сказать, и мы об этом поговорим, потому что нужно еще знать, что, каким топливом заправлять. Ты понимаешь, каким топливом заправлять? Казалось бы, вот топливо есть разное. Я слышал про одного человека, он тоже такой был, немножко рассеянный, наверное, и когда он приехал заправлять свою машину, у него была новая машина, и он был такой довольный, но немножко рассеянный, и он заправил свою машину не тем топливом. То есть у него была дизель, а он заправил бензином. И что, вы думаете, случилось с этой новой машиной? Он ее испортил, понимаете, все, уже ничего нельзя было сделать. Почему? Не то топливо было. Поэтому то же самое касается, а как, какая любовь, а как она должна быть выражена? Потому что иной раз нам кажется, что вот это, наверное, обрадует мужу больше всего. Ну, знаешь, не это ее обрадует, что ты думаешь, а то, что она думает. И поэтому нам нужно знать, что она думает, какое ей топливо нужно, чтобы она была счастлива. Поэтому где-то мы такие специалисты, мы хотим правильное топливо, мы хотим все, что было правильно, потому что мы заботимся о своей машине, мы бережем, что, не дай Бог, она сломается, не дай Бог, там что-то с ней произойдет. И я действительно видел мужчин, которые говорили, я люблю свою машину больше своей жены. Я свидетель этим словам. Мне казалось всегда это странно, как можно любить больше машину, чем свою жену. Но это так и было в его жизни. И это было очень печально, потому что все, что он хотел, он хотел дать своей машине, но он ничего не давал своей жене. И, конечно, были проблемы, были конфликты, и все это закончилось разводом, закончилось печально. Поэтому давайте мы будем делать все правильно. Аллилуйя! Когда ты правильно поступаешь, у тебя будет все хорошо, у тебя будет все прекрасно. Ты будешь счастлив, твоя жена будет счастлива, и вы оба будете счастливы. Слава Богу! Поэтому Бог все говорит, что нам нужно и как нам нужно. Если мы хотим действительно, чтобы у нас все было замечательно, мы будем изучать Слово Божие, мы будем изучать, что Бог говорит, что мы должны делать, и мы будем это делать. И в прошлый раз я вам читал, я еще раз зачитаю, потому что многие вещи нужно напоминать. Вот в Колосе нам написано, «Мужья, любите своих жен». И как слово «любите», я вот еще раз скажу, что там означает вот в этом маленьком, казалось бы, слове «любите». Значит, будьте нежными, ласковыми, благожелательными, ободряющими. Написано «любите своих жен и не будьте к ним суровы». Сурово означает «грубыми, резкими, раздражительными, возвышенными, обидчивыми, презрительными». Видите, сколько в одном слове суровы. И если мы понимаем, что это означает, какими нам нужно быть, то, конечно же, мы будем поступать правильно. Аминь, мужчины, вы со мной? Аминь, аминь. Вы уже поняли, что если делаешь неправильно, ничего не получится. Да? И также написано, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Видите, здесь написано, что жены, они повинуются, они слушаются своих мужей. Но, знаете, я обратил внимание на то, что женщинам гораздо легче слушаться. Каких мужей? Вот как вы думаете, каких мужей легко слушаться? Не слышу. Любящих. Любящих. Вы знаете, да, если мужчина любит жену, ей легко слушаться. Если у мужчины еще есть что? Авторитет в семье. Да? Если есть авторитет. Вы знаете, я давно заметил, например, когда семьи приходят всегда к Богу. Вот если мужчина глава в семье, и жена его уважает, автоматически, я бы сказал, спасается и жена. Но если муж не пользуется авторитетом в семье, обычно жена не спасается, к сожалению. Поэтому, знаете, это очень важно понимать это. И когда действительно мужчина, он должен жить так, чтобы его было за что уважать. Правда? И если вы хотите, чтобы вас уважали, то делайте так, чтобы вас уважали. И это действительно легко послушаться того, кого ты уважаешь. Легко слушаться того, кого ты любишь. Правда? Поэтому Бог говорит, не делайте все наоборот. Потому что некоторые люди делают все наоборот, что нельзя делать, и потом они хотят, чтобы их уважали, чтобы их слушались. Это невозможно. Поэтому мы должны понимать, что здесь определенная логика, что ты посеешь, то ты пожнешь. Поэтому не будьте суровы, не будьте грубыми, не будьте раздражительными к своим женам. Иначе что вы пожнете? Вы бурю пожнете. Вы бурю пожнете. Понимаете? Я еще немножко об этом вернусь и расскажу, что такое сеять в женщину называется. Потому что, как говорит Писание, что мужчина, он дает, а женщина, она принимает. Что она принимает? Понимаете? Что она принимает? Все, что принимает женщина, она умножает. У нее есть способность умножать. Это, знаете, как добрая почва. Если ты посеешь добрую почву, ты пожнешь в 30, 60 и что? И во сто крат. Поэтому, если ты пожнешь грубость, если ты пожнешь злость, что ты еще можешь пожать туда? Понимаете? Как мы устроены? Потому что, знаете, мужчина, он по-другому устроен. У мужчины короткая память, говорят. Он что-то сказал и забыл. Все, он забыл. Не только где его носки лежат, он забыл. Он забывает очень много, и я тоже много чего забываю, где, что. Но у женщины длинная память. Мужчины, длинная. То есть она все помнит. Она все помнит. Если ты забыл, что ты сказал что-то там плохое, что-то неправильное, ты что-то сказал относительно ее внешности или еще чего ты сказал, ты уже забыл. Все. Все. Ты ушел, уже не помнишь. Она это помнит. И не просто помнит. В ней это что? Умножается. Умножается. И потом что? Взрыв на макаронной фабрике. Ты уже даже не знаешь, в чем проблема, что случилось. А вот то, что ты когда-то посеял, она умножила. Поэтому будьте очень внимательными. Что вы говорите? Что вы делаете? Иначе вы потом будете удивляться. И некоторые говорят, я не знаю, что с ней случилось. Мы 10 лет жили. А теперь она хлопнула дверью, говорит, убирайся из дома. Как так? Что я такого сделал? Ну, если отмотать 10 лет назад, то можно вспомнить, что он сделал. Он, конечно, забыл. Но у женщины за эти годы, за эти годы, что произошло? Умножение. 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 Закон-то работает. Понимаете? И поэтому женщина не только детей нам дает, не только обед нам дает, не только она нам может дать и хорошее, и что? И плохое. Поэтому будьте очень внимательны. И поэтому в Колоссяном написано, как обращаться, что говорить. Не будьте суровы. Какими будьте? Вы пишите себе на руке, и запоминайте, заучивайте, зазубривайте. И я тоже сталкивался с тем, что многие не могут говорить хорошие слова друг другу. Говорят, я не могу, у меня язык просто сковывает. Вот плохое, у меня легко просто. Я автоматически говорю плохие вещи там и то, и то. А вот когда хорошее, начинаю буксовать. У меня язык не поворачивается. Как я могу? Репетируйте тогда. Пишите себе текст. Отрабатывайте его. И если у вас вначале там может быть словарный запас, три хороших слова, это уже хорошее начало. Потом еще три, потом еще три, потом и уже из вас что это будет? Польется из вас, польется, пойдет, пойдет. Поэтому это не произойдет автоматически, друзья. Это произойдет, когда мы это будем делать. О, прекрасный Иисус, Он нас учит всех. Слава Богу, да, всем достанется. Мы все несовершенные, поэтому нам всем нужно учиться, как любить, как разговаривать, да, как проводить время, потому что, к сожалению, этому нигде не учат, да. Я всегда вот думаю, что в школе там 10 лет люди учатся, но не знают самых главных вещей, как жить. Их учат и формулы, учат там правописание, их учат там какому-то языку, они ходят на физкультуру, там еще куда-то, но как жить никто не учит. И когда люди выходят в жизнь, они не готовы к жизни, они не знают, как жить, они не знают, как любить, они ничего толком не знают, как вот в этой жизни стать хорошим, успешным и счастливым человеком. И поэтому, слава Богу, что в церкви мы этим занимаемся, да. Многих надо учить и переучивать, потому что у нас у многих уже сформировалось свое понимание, кто сидит, слушает, и уже внутри бубнит, я вижу просто и слышу вот эти вот мысли, они так, знаете, иногда вылетают из головы, кто-то не видит, но у вас вылетают прямо из головы вот такие фонтанчики. Вот, и все видно, у кого какие фонтанчики вылетают. Итак, что там написано, да? «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее». Поэтому, не понимая, да, как Христос любит церковь, ты не поймешь тогда, как любить свою жену. Здесь без теологии не обойтись, понимаете? Поэтому, если мужчины как бы духовно не развиваются, не учатся в библейской школе и так далее, они обрекают себя быть духовно неграмотными. Есть еще такая тоже большая тема, не знаю, когда-нибудь, может, коснемся, это единство супругов, это душевное единство, это духовное единство, и это физическое единство. И если у тебя где-то чего-то не складывается, у тебя тоже будет перекосяк в жизни, понимаете? Если духовно вы далеки, вы никак, один спасен, другой не спасен, это очень сложно. Если душевно, опять же, у вас нет ничего общего, у вас разный интеллектуальный уровень, у вас разная IQ и так далее, вам тоже будет сложно, потому что перекос, он всегда рождает какие-то проблемы и так далее, и физической близости не будет нормальность, и там перекос, и тут, и там тоже будет перекос. Потому что написано, что Господь все сделал как? Так, весьма прекрасно, есть полная гармония в Боге, поэтому ты не можешь сказать, что у меня одна сторона как бы нормальная, другая сторона еще недоразвитая. Значит, там, где недоразвитая, будет постоянно какие-то проблемы. И Господь говорит фессалоникийцам, да, чтобы и дух, и душа, и тело, что во всей целости, целостность, понимаете, целостность, когда они действительно развиты, когда они работают, когда они полноценны, это есть целостность, скажи, аллилуйя на это. Итак, Господь, Он говорит, да, что, как нам любить, как Господь, знаете, вот Господь, вот интересно, когда я об этом размышляю, думаю, почему именно такое сравнение Бог приводит, что любить жену как церковь, ты смотришь, ну ты моя церковь, ты моя церковь, ты моя церковь, ты говоришь, а я церковь не люблю, как я жену буду любить? Да, сегодня говорили, кстати, о церкви, да? Как ты будешь любить жену, когда ты не знаешь, что такое церковь, как ее любит Христос, ты даже не знаешь, что такое церковь. Поэтому вот много перекосов таких у людей в жизни, потому что одно связано с другим. Когда читаешь Писание, ты понимаешь, одно цепляется за другое, если ты вот это не понимаешь, то это не поймешь. Это не понял, то не поймешь. Это как вот человек, если пришел он в какой-то класс, а в тех он не учился, он сидит, ничего не понимает, о чем речь, о чем тут вообще говорят, да, вот приходят иногда люди, и говорят, а вы тут про что рассказываете? Вы что здесь рассказываете? Непонятно как-то, непонятно, чего тут говорите. Ну, потому что идет определенная последовательность, и с первого класса нельзя сразу в десятый попасть. Итак, о чем здесь речь, да, вот я так думал, почему, вот почему? А потому что, потому что мы всегда ждем, что кто-то первый сделает шаг навстречу. А Бог, Он всегда первый шаг делает навстречу. Написано, что Он возлюбил нас прежде даже, чем мы знали о Нем, слышали, верили в Него, но Он уже что? Он уже возлюбил. Поэтому, мужчины, это от нас зависит, кто будет первый. Кто сделает первый шаг, да? Господь сделал первый шаг. И вы знаете, когда Он сделал первый шаг, эта церковь, она какая была вообще? Какая? На кого она была похожа? Она еще не была церковью, люди были еще не спасены, да? На что они были? Это были грешники, они были страшные, они были ужасные. Но из-за того, что Бог возлюбил, пришли перемены, мы спаслись, мы стали другими, мы очистились. Он написано, что Он осветил ее, то есть Он отделил ее для себя. Она для Него драгоценна, она для Него прекрасна. И поэтому иногда люди говорят, я не понимаю, за что любить, я не понимаю, за что уважать. И подумают тогда, как Бог думает о тебе. Вот поставить, я скажу, за что тебя любить, за что тебя уважать, тут ты вообще, на кого ты похож, да? Ничего в тебе нет. А Бог говорит, а я тебя все равно люблю. И это дает нам понимание то, как действует Господь. Слава Богу! И это превыше нашего разумения. Потому что человеческое разумение, ты мне, я тебе. Ты хорошо поступил, может, и я хорошо поступлю. Но если ты плохо поступил, я еще хуже для тебя сделаю. И поэтому порой трудно понять, почему написано так, что любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Вот как Он ее любит, да? Он ее принимает со всякими недостатками нашими, да, со всякими несовершенствами нашими, да? Но Он продолжает нас любить. Потому что люди говорят, да, пока ты не изменишься, пока ты не исправишься, пока ты не ставишь совершенством, я даже на тебя не посмотрю. Нет, Бог так не делает. Но именно любовь Бога, она преобразует нас, она вдохновляет нас. И нам хочется меняться, потому что мы видим, что Он и верит в нас, Он и любит нас, Он и поддерживает нас. И когда Он говорит, может, я буду такое мышление иметь, то их семейные отношения будут на другом уровне находиться. Слава Богу! И ни один психолог тебе это не расскажет и не объяснит, если он не рожден свыше. Он тебе, конечно, какие-то скажет там подсказки, психологические трюки и так далее. Но когда ты читаешь Писание, это является первоисточником. Почему? Потому что, еще раз скажу, Бог создатель. Бог создатель мужчины и женщины, написано, и создал, и сотворил Господь, да? Это Он сделал, и Он знает. Он знает, как Он нас создал, и как мы устроены. Поэтому Он говорит, вот это инструкция. Слово Божие, это инструкция для жизни. Если ты живешь, веришь, исполняешь, написано, блаженные исполнители Слова. Почему? Потому что тогда Бог говорит, ты это делаешь, это получается. Он тебе объясняет это все. Скажи, слава Богу! Слава Богу! Ведь кажется так трудно, а потом смотришь, вроде бы и не так трудно, и не так сложно. И дальше я хочу прочитать и сказать, что что жена есть слава мужа. Да? Интересно же написано. Говорит, посмотри на жену, и ты узнаешь, какой муж. Да. Вот. Тогда жена почему всегда ругает своего мужа? Слышишь, такой, 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 такой. А Бог говорит, а я смотрю, это ведь, значит, ты такая. Ну, по логике как? Жена слава чья? Мужа! Мужа тогда, если ты это понимаешь, то к ним по-другому будешь относиться. И придут перемены тоже. Но давайте еще раз посмотрим в притчах, что написано о жене. Добродетельная жена венец для мужа своего. Венец – это корона. Представляешь? Это не корона, как кто-то, может, был в Бургер Кинг, там, там, картонную дают корону. Знаешь, такие короли идут с картонными коронами. Нет, не об этом речь. Это не картонная корона. Твоя жена написана. Но какая жена? Добродетельная жена – венец для мужа. Поэтому, когда вы молитесь за жену, ребята, вы должны представлять, какая это жена, да? Добродетельная, да? Потому что она, она будет на твоей голове. И вот что у тебя на голове, да? Вот что у тебя на голове? Что ты видишь у себя на голове? Поэтому, когда ты ее ругаешь, что она такая, она вот такая, она такая, вот такая, вот такая, это у тебя на голове все это и сидит. Ты понимаешь, это твой венец, это твоя корона, твоя фурага. А дальше что написано? А позорная, как гниль в костях его. Здоров ли ты, друг мой? Ты посмотри, какое потрясающее влияние жена имеет. Поэтому, когда написано, ты люби свою жену как самого себя, заботься о ней, потому что это повлияет на тебя. Здесь написано, как позорная жена. Кто хочет иметь позорную жену? Видишь, на ком это все отыграется, друг мой? Это все на мужа отыграется. Написано, что она будет кто? Вы там читаете, да? Она будет гнилью в его костях. То есть ты такой слабый будешь, такой немощный, там плюнул и все, у тебя кости рассыпались. Поэтому о чем это говорит? Как мы должны заботиться друг о друге? Как мы должны понимать, что вот мы вместе составляем единое целое? Аллилуйя! Когда ты ругаешься, злишься, что там? Гниль разводится, да? Что-то ты такая-то и сякая, а ты разрушаешь сам себя, получается. Гниль где? В его костях. Поэтому хочешь быть здоровым, а? Хотите быть здоровым, мужчины? Вот поэтому Бог говорит, смотрите, смотрите, что вы делаете, да? Как ваше здоровье будет, хорошее или плохое? И вот интересно даже, как Библия, как она говорит, да? Что Библия говорит, что мир узнает об Иисусе как? Глядя на нас. Написано, что видя нашу любовь между друг другом, они что? Они уверуют. Они уверуют, понимаете? Поэтому наши отношения, это очень-очень важно. Очень важно, какие отношения в семье. Мы можем быть, вот знаете, мы можем быть проповедью Евангелию или антипроповедью. Потому что когда семья говорит, мы там верующие, а там сами живут, как эта кошка с собакой, и весь дом знает, что там что-то происходит и там то, то как тогда, как тогда мы будем говорить Евангелие, как вообще люди нас будут воспринимать? Поэтому это очень важно понимать, что мы своей жизнью проповедуем, или мы действительно благую весь проповедуем. Да, это прекрасная семья. Вот почему они так друг к другу относят, да? Вот почему они такие странные, у них так хорошо все дома, они вот такие вот, такие интересные, да? Почему? И вы можете рассказать тогда, почему. Скажите, у нас есть большой-большой секрет такой. Если вы хотите, ну, наверное, я вам не буду рассказывать. Ну, они сказали, нет, нет, мы хотим. Заинтриговали их немножко, да? Что у вас за такой секрет? И вы рассказываете, что это за секрет, да? Это Господь, это нитка, скрученная втрое, написано. Аллилуйя! Слава Богу, скажи! Слава Богу! Так что мы являем, друзья, мы являем Бога, как? Своей жизнью. Вот это наша проповедь. Как мы живем? Как мы живем? Это видно, это самые сильные слова, это наша жизнь. Это наша жизнь, как мы живем. И поэтому как ответственность, на кого возложена, да? На кого возложена ответственность? На нас, на мужчину и на женщину. Аминь. Не надо опять друг на друга. А то, нет, нет, это на тебя все, нет, это из-за тебя все. Нет. Ну и вот возвращаемся к способности женщине умножать. Помните же, когда Бог сотворил ее, как назвали женщину? Ева, дающая жизнь. Вот какую жизнь она может дать, да? Она может дать и хорошую жизнь дать, и головную боль дать. Все зависит, какую жизнь она будет, и чему она будет давать жизнь. Поэтому это способность кого? Женщины умножать. То, что вы ей даете, автоматически умножается. Поэтому, если вы даете добро, любовь, что? Ласку. Что вам жена даст? Полбу даст вам. Нет. Некоторые, может, и получают, почему, что не то дают. В ответ получают. И поэтому мы должны понимать, что у женщины есть эта особенность, да? Рождать. Рождать. И многие женщины, они очень творческие. Вот я на свою жену смотрю, она очень творческая. У нее есть столько идей разных. Вот сколько в церкви мы там делаем того, того. Она рождает эти идеи. Понимаете, у нее есть способность, у женщины есть способность рождать творческие идеи. И слава Богу, слава Богу. И мы должны иногда сказать, о, нет, это я придумал. Нет, это я. Нет, надо сказать, да, слава Богу, что ты придумала это. Слава Богу. Аминь. Тогда, тогда написано, у нас есть такая семья, она как команда, можно сказать. Правда? Потому что команда, чем она сильна? Тем, что у одного сильной команды есть такие способности, которые нет у другого. И когда мы вместе, мы сильны. Почему? Потому что мы дополняем друг друга. Мы укрепляем друг друга. И в результате мы делаем гораздо больше и гораздо лучше. И если такой тандем, это семья, это благословенная семья. Бог так создал человека, что без него, как сказал Иисус, вы ничего не сможете. Для женщин очень важно, чтобы мужья уделяли им время. Для кого-то самый большой подарок – это взять и просто помочь, например, дома убраться. Продолжение следует...